Привет! Из этого короткого видео ты узнаешь о четырех простых IT-профессиях, для работы в которых не надо уметь программировать. Обучиться им легко и, что самое главное, быстро. Они отлично подойдут для гуманитариев и для тех, кто не успел или не смог получить высшее образование, но очень хочет в IT. Освоив эти профессии, ты сможешь уехать и работать удаленно, либо просто сменить свою работу на более интересную и высокооплачиваемую. Меня зовут Уват и более 15 лет я занимаюсь дизайном сайтов и приложений для корпораций известных брендов. Последние несколько лет я работаю на себя удаленно и обойти я знаю все. Для этого обзора я отобрал четыре профессии, которым вполне можно обучиться самостоятельно. Но это если у вас есть время. А если время поджимает и нужно быстро, можно попробовать курсы. Выбрать курсы по разным профессиям можно на TutorTop. TutorTop создан чтобы поиск и выбор актуальных курсов для профессионального и личностного развития среди сотен школ был простым и удобным и понятным каждому. Зачем Marketplace, когда курсы можно купить напрямую у школы, спросите вы. Мало того, что TutorTop показывает нам честные финальные цены, так еще и покупать на нем курс дешевле, чем в самой школе напрямую. TutorTop предоставляет скидку до 10 тысяч рублей на любое обучение, представленное на платформе. Причем эта скидка суммируется со скидкой от самих школ. Поэтому покупать обучение на TutorTop выгоднее. Я так считаю. Также при необходимости специалисты сервиса проконсультируют вас, окажут помощь и поддержку при выборе наиболее подходящего вам курса от любой школы. Все что нужно сделать – оставить заявку на сайте по ссылке в описании. Кроме того, те, кто посмотрит это видео полностью, узнают про еще одну дополнительную скидку и бонус. Поехали! TutorTop – крупный Marketplace онлайн-курсов Рунета. Здесь более 5000 курсов от более чем 300 школ. Основные направления – программирование, маркетинг, управление, дизайн и аналитика. Пожалуй, я начну с маркетинга. А точнее, с его популярной и востребованной части – СММ. То есть продвижение товаров и услуг в социальных сетях. Кстати, по сравнению с прошлым годом спрос на эту профессию вырос аж в 4 раза. И средняя зарплата специалиста с опытом от года работы составляет 85 тысяч рублей. Итак, что конкретно делает СММ-специалист? Это сложный вопрос даже для меня – человека с огромным опытом в проектировании сайтов и интернет-рекламе. В самом названии заложена путаница. Последнее «М» в аббревиатуре обозначает маркетинг. Маркетинг изучают, например, в МГУ на экономическом факультете. Это большая сложная профессия, на которую учатся лет 5. А СММ – лишь малая ее часть, которой довольно просто обучиться. В обиходе говорят «СММщик», но многие считают такое название не слишком серьезным. И начинаются все эти СММ-менеджеры, СММ-специалисты или даже интернет-маркетологи. Это все одна и та же профессия. Лично для меня СММ – это прежде всего свобода. В отличие от фотографов, дизайнеров, блогеров, для работы в СММ тебе не требуется много дорогого или тяжелого оборудования. Подойдет даже маленький ноут или планшет. Мой знакомый СММщик недавно уехал рожать в Аргентину. И его главный рабочий инструмент – маленький 13-дюймовый ноутбук. На нем можно поработать хоть в кафе, хоть в самолете. Переходим к сути. Основная работа СММщика – это создание постов, то есть написание текста. Текст должен быть интересный и хайповый. То есть на ту тему, которая в тренде. Ту, которую сейчас обсуждают. Кроме написания букв, СММщик должен уметь оформлять аккаунты, формировать стратегию и писать контент-планы. А еще анализировать и правильно оценивать результаты своей работы с помощью специальных сервисов. На тютуртопе можно найти десятки курсов по СММ от разных школ. Обучение по этой профессии длится в среднем от трех до шести месяцев. Такие сроки заложены для тех, кто учится редко, не каждый день, да еще уставший после своей основной работы. Зачастую любой курс можно пройти гораздо быстрее, чем это указано в описании, если задаться такой целью. Также на покупку курсов через тютуртоп применяется дополнительная скидка. Ну, я говорил уже об этом. Следующая IT-профессия в нашем списке, которая просто и быстро научится и которая подойдет как для гуманитариев, так и для тех, у кого нет высшего образования – это фронтенд. Это такое условное программирование, работа с кодом на минималках. 70 тысяч в месяц – средняя зарплата начинающих специалистов. Фронтенд или верстка – это простыми словами преобразование макета сайта, то есть простой картинки, в адаптируемые под разные экраны сайт или приложения. Современные средства дизайна вроде Figma радикально упростили эту задачу. В эру фотошопа верстальщик копался в сотнях слоев, поверх которых дизайнеры щедро накладывали еще и корректирующие слои. Весь этот макет надо было хорошенько пересобрать в фотошопе, прежде чем приступить к своей основной работе. Это был отдельный вид искусства фронтенда, но даже опытный верстальщик не всегда мог сделать все точно и по макету. Отдельно за эти сложности не платили, хотя они не были частью работы. Каждый раз на этапе разработки клиенту, агентству и дизайнерам всем им приходилось идти на компромиссы. Ведь некоторые фишки или элементы дизайна приходилось убирать, иногда весьма радикально. Работа верстальщика была очень нервной. Довольно сложно объяснить клиенту, почему только что нарисованный, утвержденный и подписанный кровью макет реализовать не получится. В итоге Figma все эти процессы упростила. В Figma просто физически не получится сделать весь тот треш со слоями, который делают дизайнеры в фотошопе. Но от этого работа верстальщика не упала в цене. По-прежнему хороший фронтенд получает под 300 тысяч рублей. Просто его работа стала менее нервной и более упорядоченной. Сам я осваивал верстку параллельно с дизайном. И если бы не моя любовь к дизайну, я бы стал фронтендом. Вообще дизайнеру сайтов и приложений очень полезно понимать, как все это будет работать. Что можно делать, а что нельзя. Дизайнеры, которые понимают верстку, ценятся выше. Ничего сложного в верстке нет. Вы буквально открываете любой справочник по тегам и начинаете пробовать сделать свой первый макет. Лучшая фронтендесса, которую я знаю, окончила педагогический вуз. И поначалу работала учительницей в школе. Но друзья айтишники затянули ее в айти. Очень быстро, буквально за пару месяцев под их чутким руководством она освоила эту профессию. И естественно, между школой и айти она выбрала айти. Хорошо, когда у вас много свободного времени или есть друзья в выбранном направлении. Но если нет времени, нет друзей и самое главное, нет дисциплины и самостоятельности, всегда можно обучиться на курсах. На титур ТОП, кстати, много реальных отзывов. Но читать их надо с долей критического мышления. Например, я читал отзыв с одной звездой о том, что на курсах по фронтенду учат HTML и CSS. А это все типа устаревшие штуки и потеря времени. Ну как вам сказать, без языка разметки и таблиц стилей никуда, ведь это основа фронтенда. Ученик ошибся и заминусовал не по делу. Поэтому если вы читаете негативные отзывы, лучше вникать в ситуацию. Не все они могут быть объективны. Итак, по фронтенду есть куча курсов. Но если вы спросите меня, мне нравятся небольшие авторские школы с более камерной и ламповой атмосферой. И не забывайте, что через титур ТОП обучение там обойдется также дешевле. А мы продолжаем дальше. Следующая профессия в IT, в которой не надо уметь программировать. Профессия, без которой не обходится ни один более-менее крупный проект. Это менеджер. Продакт, продакт и аккаунт. Продакт занимается развитием продукта, обычно внутри стартапа или IT-компании. Продакт и аккаунт работают в агентствах. Продакт ведет проекты, планирует, подсчитывает, затраченное время договаривается с разработчиками и дизайнерами, чтобы его задачу сделали первый. Аккаунт ведет коммуникацию с клиентом, ездит на встречи, улыбается и много шутит. Потому что это половина успеха в общении с клиентом. В маленьких компаниях зачастую продакт и аккаунт — это один человек. Профессия проект-менеджера востребована не только в агентствах и IT-компаниях, но и везде, где есть команда, есть задачи — обязательно будет проект-менеджер. Например, у крупных блогеров обязательно будет свой проект. Профессия весьма востребована, а научиться ей довольно просто. Большинство профессиональных проектов, с которыми я познакомился за годы работы в агентствах, не имели профильного образования. Скорее, это были хорошие, ответственные ребята. Как-то я уже рассказывал историю, что на моей первой работе в агентстве офис-менеджер, то есть девушка, следящая за тем, чтобы кофе и стаканчики не заканчивались, ушла в декрет. На ее место временно взяли другую. Когда она вернулась, сменщицу повысили до проекта, потому что она зарекомендовала себя как ответственный сотрудник. Мне писали в комментариях, что так не бывает, так не работает. Но все люди разные и бывают по-разному. Пробивным, активным, коммуникабельным людям вообще в жизни полегче. Значительная часть менеджеров, с которыми я работал, училась сразу на рабочем месте, начиная с самой минимальной оплаты труда, постепенно повышая свой доход. Но работа, когда они начинали, не была для них критической необходимостью. Кто-то замужем, кто-то с родителями еще жил. Никаких рисков. Они могли пробовать себя в разных профессиях, не боясь остаться без денег, жилья и в кредитах. Для тех же, кто не хочет рисковать, и кому нужно быстро освоить профессию менеджера проектов, можно поискать на титуртопе. Сейчас там более 80 вариантов от разных школ. Дальше. В этом видео я совсем не говорил о дизайне. Пора это исправить. Кажется, что самая простая и легкая профессия в дизайне – это мой любимый UIX. Но! В ее простоте скрывается сложность. Как объяснить клиенту, что за рисование квадратика вы будете брать много-много денежков. Чтобы оправдать свою стоимость, придется изучить множество смежных сфер. Поэтому я не рекомендовал бы профессию UI UX для новичков, которым нужно быстро получить новую специальность. Есть другой вариант. Результатом практически любой работы является презентация. Презентации нужны стартапам, чтобы получить финансирование, агентствам, чтобы участвовать в тендерах и представлять результаты своей работы. Корпорациям, чтобы отчитываться перед руководством и инвесторами. От качества презентации, от ее дизайна и простоты зависит многое. Профессия, о которой я говорю – дизайнер презентации. По презам на тьютер-топе множество хороших курсов. А также там есть обучение от Бонни и Слайд. По моему мнению, это одна из лучших компаний по дизайну презентаций. Основатель Бонни и Слайд отсек все лишнее, отказался от предоставления, услуг во всех других видах дизайна, сделав фокус только на презентациях. И можно сказать, он установил новые стандарты в этой отрасли. А вот и обещанный бонус. С этим промокодом вы получите курс от Бонни и Слайд абсолютно бесплатно при покупке любого другого обучения. Кроме того, по этому промокоду вы получите скидку до 15 000 рублей на покупку обучения через Marketplace TutorTop. Подведем итоги. Есть 4 простых профессии в сфере IT, в которых не надо уметь программировать. Это SMM, Frontend, Project Manager и дизайнер презентаций. Эти профессии может освоить каждый. В целом их можно освоить и самому, если у вас есть достаточно времени, дисциплины и мотивации. Но если нужно уже вчера, нужны знакомства в новой сфере, гарантии трудоустройства, то присмотритесь к курсам. А купить их дешевле может помочь TutorTop. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Подписывайтесь. Скоро увидимся. Всем пока!